Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! С вами библейский портал Экзегет, и мы продолжаем с вами разбор послания апостола Павла к Галатам. Меня зовут священник Иоанн Террауц, и сегодня этот разбор мы с вами совершим вместе. Это путешествие. В первой главе апостол Павел начинает историю своей биографии, историю своего прихода ко Христу. Дальше, во второй, он уже продолжает эту историю. Напомню, что деление на главы, оно весьма условно появляется уже, конечно, после публикации первичной этих текстов. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой Тита. Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мною язычником, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходящим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас. «И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив, того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостольстве обрезанных содействовал и мне у язычников, и, узнав о благодати данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Здесь он присовокупляет еще имя апостола Иоанна Богослова, чего не было в первой главе, но тем самым, еще раз повторюсь, он, апеллируя к их авторитету, говорит о том, что он имеет ту же апостольскую власть, и что апостол Петр, апостол Иоанн и апостол Иаков, именами которых представлялись лжебратья, приходящие к Галатам, уже после основания Павлом там церкви, это лжебратья не может быть от этих апостолов, что они лгут им, потому что если Павла приняли, Тита не заставляли обрезываться, Варнаву вместе с Павлом ученики приняли Христова и ничего не возложили, никаких дополнительных указаний по поводу соблюдения закона иудейского, закона Моисеева, то в таком случае как же они могли говорить иное через этих учеников и противодействовать апостолу Павлу? Было бы каким-то, значит, другим образом это все сделано и обставлено. Далее апостол Павел, ничтоже сумняшись, рассказывает о споре апостола Петра и Павла в Антиохии. Дело в том, что когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Существуют разные взгляды на то, что же имеется в виду под словом «ел» с язычниками. Это обычный прием пищи, либо же это евхаристические собрания, на которых присутствовали христиане из язычников, то есть не обрезанные. До конца мы с вами понять это не сможем, потому что уточняющих характеристик здесь мы не видим, но судя по тому, что апостол Павел приводит это как веский аргумент, или как некий важный этап его жизни, или важный пример из его жизни, то можно сделать вывод, что это все-таки речь идет о евхаристических собраниях в Антиохии, на которых Петр перестал приходить и разделять евхаристическую трапезу вместе с язычниками, ну, скорее даже с языкохристианами, то есть перешедшими из язычества в христианство людьми, из страха быть осужденным со стороны людей от Иакова, Иакова брата Господня, который был епископом в Иерусалиме. Здесь стоит опять отослаться к предыдущей главе. Все, что приходило из Иерусалима, почиталось святым, безгрешным, прекрасным и достойным подражанием. А Иаков — это епископ Иерусалима, и поэтому для людей это был просто действительно важнейший человек, такой законодатель их действий. Далее. Апостол Павел говорит о том, что Бог не смотрит на лица человеков. И когда на самом деле галаты привязываются к личностям апостола Петра, Иакова и Иоанна, делают это не совсем правильно. Потому что на самом деле, когда уделяется внимание исключительно тому, кто тебя зарекомендовал, на кого ты ссылаешься, чаще всего пропадает возможность для творчества, пропадает возможность для раскрытия тех или иных сторон учения, а также обожествления тех или иных людей. Так иногда получается, когда люди, например, с очень большим усердием, хорошим усердием начинают ссылаться на какого-то одного человека. Они возводят его в ранг абсолютно непогрешимого, и его слова не подвергают никакой критики, становятся просто слепыми. И вот апостол Павел говорит, что у Бога нет лицеприятия. И в знаменитых чем-либо, и какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. Далее. «Я умер для закона, чтобы жить для Бога». Это следующая тема, которую поднимает апостол Павел в этой главе. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. И сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. На самом деле, идея, которой противостоит апостол Павел, это идея заслужить спасение, заслужить благодать Божию, заслужить избранничество. С помощью чего? С помощью, конечно, исполнения дел закона. Потому что измерить исполнение закона Христова невозможно. Закон Христов слишком индивидуалистичен. Например, когда Христос говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся, бремененные, я успокою вас, возьмите игомы на себя, научитесь от меня, как роток есть, смирен сердцем, игоба мое благо, и бремя мое легко есть». Он здесь говорит о бремени закона. Христос дает возможность личного индивидуального подхода, «Придите ко мне», ко мне как к личности. Потому что закон для всех одинаков. Закон суров, но закон. А Христос предлагает индивидуалистичный подход. И на самом деле остаются действительно те какие-то контрольные точки, за которые действительно заходить не следует, некие буйки. Но судя по евангельскому тексту и судя по посланиям апостола Павла, все-таки иудейское отношение к религиозной жизни отличается очень сильно от христианского. Когда во Христе соединяется два, земное и небесное, плоть и Бог, соединяются во Христе, то мы с вами, действуя в материальном мире, действуя в бытовых условиях, можем тем самым служить Богу. Для этого не обязательно совершать кождение или какие-то особенные ритуалистические действия, которые, конечно, нужны и важны для христианина, но в то же время не только они являются служением Богу. Мы не ограничиваем это большое пространство. Далее апостол Павел апеллирует, конечно, к логике. Если я, оправдавшись во Христе, оправдываюсь верою, а не делами закона, и согрешаю тем самым, то получается, что Христос служитель греха, но мы же исповедуем его безгрешным, мы же исповедуем его Богом, он не может быть служителем греха никак. Значит, мой отход от исполнения закона является нормой. Более того, если я буду созидать то, что разрушил, то я буду преступником. Почему? И почему вообще кто разрушил? Вот есть определенные установления по жертвоприношению, обозначенные в книге Левит. Обратите внимание на то, что эти постановления касаются, зачастую они очень прообразовательную функцию несут. Принесение в жертву невинного животного, возложение на него рук и соответствующее покаяние и так далее и тому подобное. То есть очень много жертв Иерусалимского храма, они были ассоциированы с прообразами мессианской эры, мессианских, ну вообще, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И, соответственно, если я буду продолжать их совершать, то получается, что я не приму факта новой реальности. не приму, получается, спасение Господа Иисуса Христа. Это первая проблема и первая ошибка. Вторая ошибка, подобная первой ошибке. Если я буду, например, только обрезываться, я не буду весь остальной закон соблюдать, но буду обрезываться, то тогда будет проблема. То есть если я нарушил хотя бы одну из статей закона, я уже преступник. Если я хотя бы одно уголовное преступление совершил, то я предстану перед судом как уголовный преступник. Даже если мой адвокат будет говорить о том, что он не согрешил больше ни в чем, но в одном я нарушил. То есть делаясь преступником хотя бы одной заповеди закона, я делаюсь преступником всего закона. И здесь важно помнить, что это 613 заповедей Торы. Это только небольшое количество. Есть всякие предписания таламудические и вообще позднейшей такой иудейской практики. И, конечно, необходимо было соблюдать это все в целости для иудея, для христианин освобожден от этой обязанности. Вот так мы заканчиваем с вами вторую главу послания апостола Павла к Галатам. В следующем видео мы перейдем к третьей главе и разберем уже ее. Сделать нужно краткий вывод из этой главы. Апостол Павел отсылает нас к авторитетам Петра, Якова и Иоанна, потому что эти авторитеты важны для его адресата. Для него же они не являются такими знаменитыми и важными, потому что у Бога нет никакого лицеприятия. Он говорит открыто о своем бывшем иудействии и продолжает эту тему, говорит о его пришествии в Иерусалим, о встрече с Титом, Варнавою, о тех повелениях, которые дали ему 12 апостолов, которые он неукоснительно старался соблюдать. Он говорил о споре его с апостолом Петром. Но реакцию Петра мы с вами не знаем, потому что она никак не определена священным текстом. И мы с вами уже начали новую тему богословия этого послания. Это закон и христианство. С вами продолжим в следующем видео. Всем желаю доброго здравия и помощи Божией. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok